Итоги уходящего вторника Водолазы, мотористы, медики, все на своих местах Увлекательный промысел или неоправданный риск Сначала здоровье, рекорды потом В комплексе лесной прошли соревнования по плаванию В первую очередь это вовлечение наших учащихся в регулярное занятие физической культурой и спортом Кто в лидерах? А также жилищная политика, потребительская корзина и ступительная компания Минобразование запустило телефонную линию для абитуриентов Куда звонить? Бюджетники и военнослужащие в приоритете Президент провел совещание во Дворце независимости Лейтмотив встречи – квартирный вопрос Сейчас в очереди на улучшение жилищных условий больше 33 тысяч людей в погонах Они выполняют важнейшие для страны функции Наряду с медиками и педагогами, акцентировал Александр Лукашенко Поэтому вправе рассчитывать на поддержку государства Это часть системной работы по повышению престижа военной службы И укреплению национальной безопасности Накопить на свою квартиру молодому специалисту в данных сферах невозможно Если учителя могут где-то чего-то доработать, проработать, репетиторство и прочее, некоторые Если врачи могут тоже где-то чего-то там подзаработать, а если неленивый врач он заработает как надо То люди в погонах в принципе не могут заниматься никаким там бизнесом, доработками, подзаработками Поэтому господдержка, направленная на решение жилищного вопроса – это хорошая мотивация при выборе таких профессий Конечно же и трудиться, человек будет усерден, если будет уверен, что благодаря своей работе даст семье и детям крышу над головой На совещании выстроили четкую ясную дорожную карту для того, чтобы люди понимали, что будет делать государство для решения их жилищных проблем Итак, белорусские военные смогут бесплатно получить в собственность арендную квартиру после 25 лет службы На тонкий лед не ногой, а свод напоминает об опасности выхода на водоемы Несмотря на стабильную минусовую температуру, реки и озера замерзли лишь частично Толщина менее 7 сантиметров не способна выдержать вес человека Печальная статистика только растет – с конца ноября в стране уже погибло 10 рыбаков Кроме того, на этой неделе в Беларуси ожидается потепление, а значит покрытие будет еще хрупче Родителям в очередной раз стоит объяснить детям – лед – неподходящее место для игр Спасательные станции по-прежнему работают в своем штатном режиме Ну, может быть, в ночное только время там уменьшен слегка штат дежурной смены А вообще-то в дневное время находятся водолазы, мотористы, медики Все на своих местах, постоянно проводится осмотр, скоро начнутся рейдовые мероприятия Чтобы убедиться в безопасности выхода на замерзшую воду, следует обратиться в ближайшую станцию освод Там предоставят информацию о разрешенных местах спуска и о толщине льда Автомобильный бренд, зимние сюрпризы и вторая жизнь В стране в этом году введено в оборот свыше 700 долгостроев, какие здания вновь откроют свои двери Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре В стране в этом году введено в оборот свыше 700 объектов неиспользуемого имущества Вторую жизнь получают бывшие производства, амбулатории и базы отдыха Благодаря этому в регионах создаются новые рабочие места Еще больше упростит алгоритм возвращения таких зданий в экономику указ президента, который вступит в силу в марте В Беларуси в ноябре снизилась стоимость набора продуктов потребительской корзины Показатель составил 730 рублей Гречневая крупа подешевела на 11%, овсяная на 8%, пшеная на 5,5% Подорожали некоторые завозные овощи, перец сладкий, помидоры и огурцы Здесь основную роль играет сезонный фактор Минобразование запустило прямую линию по вопросам вступительной кампании и выпускных экзаменов в 11-х классах Связаться со специалистами можно до 30 декабря включительно, а по будням с 14 до 18 Телефон 8017-222-43-12 У каждого абитуриента, между тем, будет возможность попробовать свои силы в новом формате испытаний уже в конце января Джили занимает больше 80% рынка новых легковых автомобилей в стране Производитель в ноябре превысил максимальную за весь год отметку продаж – 626 машин В то же время показатели других брендов упали на 40% Лидером по-прежнему остается российская «Лада» Однако белорусская компания практически догнала ее Реализовано почти 3200 авто На среду объявлен оранжевый уровень опасности из-за гололеда В такую погоду затруднено движение транспорта, увеличивается количество травм На большей части территории страны пройдет мокрый снег, возможен дождь Утром и днем ожидается слабая метель Температура воздуха ночью опустится до минус 10 Днем будет до плюс 2 Тройной удар в стране наблюдается небольшой рост заболеваемости COVID-19 По данным Минздрава, количество пациентов с коронавирусной инфекцией менее 3% Но в этом визоне велика вероятность так называемой тридемии Когда одновременно циркулируют грипп, COVID-19 и ОРВИ В зоне риска маленькие дети с неокрепшим иммунитетом Люди с хроническими недомоганиями и пожилые Так что расслабляться рано Тем, кто еще не привился, необходимо не откладывать иммунизацию на потом Мы вакцинируем от коронавируса такими препаратами, как Собирана Плюс, это вакцина кубинского производства Также Спутник Ви, первый-второй компонент И Вероцел Также у нас проходит вакцинацию от гриппа Мы используем вакцину российского производства Гриппол Плюс Вакцинация уже принесла свои плоды От COVID-19 привитые 72% белорусов От гриппа 40 Это среднеевропейский показатель Белорусская система здравоохранения уже доказала свою эффективность в борьбе с пандемией От оформления земельного участка до получения кредита Одно окно Бобруйского гору исполкома посетил 20-тысячный клиент Здесь можно выполнить 196 процедур Только за прошлый год поступило без малого 9 тысяч заявлений С подробностями Ольга Вайсенда Людмила Ковальская индексирует чеки на жилье В службе одно окно женщины решают уже не первую проблему Специалисты отвечают на все интересующие вопросы А после поздравляют Ведь посетитель оказывается 20-тысячным клиентом Первое мое, скажем так, посещение Это было постановка на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий В дальнейшем я обращалась за вынесением решений на строительство Я хотела бы выразить огромную благодарность специалистам службы За их высокий профессионализм, компетентность и быстрое и качественное решение всех вопросов Ежедневно тут принимают от 60 до 140 заявлений Консультация занимает до 15 минут Самые частые запросы, постановка на учет нуждающихся, реконструкция частных домов с подключением электроотопления и получение различных субсидий За 11 месяцев одним окном Бобруйского грузполкома было совершено порядка 9 тысяч административных процедур Однако это не учитывает тех граждан, которые приходят просто за консультацией С ноября действует новая услуга для юридических лиц Согласование перечней товаров, которые обязательно должны быть в наличии для продажи в магазинах Только за месяц свыше 400 таких заявлений, всего же в списке 196 административных процедур Человек, обращаясь в службу одно окно, должен прийти два раза Первый раз он приходит с заявлением об осуществлении той или иной административной процедуры Осуществление которой он нуждается Второй раз человек приходит за итоговым административным решением Направление запросов, подготовка проектов решений Это все уже задачи исполкома и сотрудников службы одно окно Раньше за заветной справкой пришлось бы отстоять ни одну очередь и постучать ни в одну дверь Благо теперь все вопросы решаются в одном окне Специалисты уверяют, система себя оправдывает Об этом говорит не только количество обращений, но и их качество Ольга Васенда, Максим Галеонко, Бобруйск, 360 Легкой воды и быстрых секунд в Бобруйске прошли соревнования по плаванию Участниками 32-й городской круглогодичной спартакиады стали учащиеся девяти колледжей В односпортивном комплексе лесной юноши и девушки стражали из-за награды на дистанции 50 метров вольным стилем Значение спортивно-массовых мероприятий трудно переоценить В первую очередь это вовлечение наших учащихся в регулярные занятия физической культурой и спортом Ну и у нас впервые в этом году будут проходить областные соревнования после долгого периода по плаванию В той или иной мере мы посмотрим тех учащихся, которых мы будем представлять уже на областных соревнованиях Победителем среди юношей стал Алексей Федорченко из медицинского колледжа Он преодолел дистанцию за 26,71 секунды Лучший результат среди девушек показала Александра Киселевич из Аграрно-экономического Время 32.67 Это все из событий к этой минуте Смотрите нас в интернете и в соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok